Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Каковина. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию самоучители по рисованию, которые есть в фонде нашей библиотеки. Если вы когда-нибудь мечтали научиться рисовать, то наш обзор для вас. Тем, кто хочет попробовать себя в роли художника-мультипликатора и рисовать мультяшных персонажей, советуем прочитать энциклопедию рисования Виктора Запаренко. Из книги вы узнаете, что такое композиция и перспектива, как освещение влияет на изображение. Оказывается, предметы темного света выглядят более тяжелыми, а прорисовка тени позволяет сделать картинку объемной. Автор книги расскажет и о том, как изобразить природные явления, огонь и воду. Как нарисовать поверхность воды? Должно ли в воде присутствовать отражение? Что темнее, небо или вода? Прочитайте и удивитесь. Каждый рисованный персонаж совершает какое-либо действие или движение, испытывает эмоции, что обязательно отражается на бумаге. Разъяренный бык и мирно гуляющая по лугу корова будут выглядеть на рисунке совершенно по-разному. Мало того, все будет зависеть от художника, который их изобразит, от техники рисования, выбранных цветов, четкости линий и многого-многого другого. В своей книге Виктор Запаренко призывает нас к творчеству и предлагает воплотить на бумаге самые невероятные мечты. Не бойтесь ошибиться, пробуйте рисовать, даже если вы никогда не делали этого раньше. Энциклопедия рисования станет верным помощником для тех, кто только начинает свой путь в области мультипликации. Если вы уже умеете рисовать простейших мультяшных персонажей и хотите перейти к более сложным и реалистичным изображениям, обратитесь к книге Баррингтона Барбера и Питера Грея «Рисуют все». Вы узнаете, какие инструменты потребуются для художественного творчества, что такое пропорции, композиции и позирование. Авторы расскажут вам о существующих техниках штриховки карандашом и ручкой, а также о тонировке объекта мелом и акварелью. Книга содержит разделы, посвященные рисованию человека и животных, пейзажей и натюрмортов. Оказывается, чтобы грамотно изобразить тело человека, нужно хорошо знать анатомию, расположение мышц и костей. Поза, в которой будет находиться нарисованный человек, выстраивается исходя из изгибов позвоночника. Рисование животного подразумевает мысленное разделение его на несколько овалов, кругов и изгибов. Так создается основная форма. После наброска формы прорисовываются более мелкие детали и производится штриховка для объемности изображения. Удивительно, что разные способы держать карандаш влияют на качество линий, их толщину, аккуратность и размашистость. Пейзаж отличается неточностью изображения, а вот как сделать его пропорциональным и реалистичным, прочтите в книге. Оказывается, лучшие пейзажи нарисованы с натуры. Можно рисовать даже то, что вы наблюдаете из своего окна. Но, несомненно, стоит обратить внимание на форму предметов, точки обзора и перспективу. Завершающая глава книги расскажет о натюрморте, самой освоенной, по мнению авторов, области живописи. Как создать натюрморт пошагово? Какие навыки и инструменты для этого потребуются? Ищите ответы на страницах книги Баррингтона Барбера и Питера Грея «Рисуют все». Книга «Основы рисования» расскажет об инструментах и материалах для изобразительного искусства, чем масляные краски отличаются от акриловых и акварельных, для чего существует пастель и можно ли ее заменить цветными карандашами. В книге есть глава, посвященная базовым принципам рисования, цветоведению, линейной перспективе, негативным формам и золотому сечению. Оказывается, одно и то же изображение может создавать разное настроение, если использовать теплый или холодный тон акварели. Линией горизонта считается линия, где зрительная Земля встречается с небом. А еще интересен тот факт, что каждый объект можно рассматривать с двух позиций – сам предмет или окружающий его фон. Так работают оптические иллюзии. Прежде чем рисовать картину, необходимо сделать эскиз или набросок. Для чего существуют эскизы? На что здесь стоит обратить внимание? Читайте на страницах книги «Основы рисования». Эта книга подойдет для тех, кто начинает осваивать живопись в художественной школе и уже имеет небольшие представления о процессе создания картин. Автор книги использует профессиональную терминологию, приводит советы специалистов-художников, дает схематичные изображения для поэтапного рисования и снабжает ее яркими натуралистичными иллюстрациями. В помощь начинающим художникам рекомендуем книгу Натальи Сокольниковой «Основы рисунка» из серии «Изобразительное искусство». Что такое форма и какие виды форм существуют? Как соотносятся фигура и фон? Могут ли они поменяться местами? Как оптические иллюзии искажают объект на рисунке? Вы узнаете об этом на страницах книги. Наверняка каждому художнику хочется, чтобы его изображение выглядело более объемно и натуралистично. Для этого требуется мысленно представить те части предмета, которые не видны зрителю, но на самом деле присутствуют. Чтобы научиться видеть предмет в объеме, нужно иметь представление о конструкции, простых и сложных формах, вращении тел в пространстве. В рисунке важно учитывать и пропорции, соотношение ширины, длины и высоты нарисованных предметов. Автор на страницах книги расскажет, что это такое и как грамотно выстроить свой рисунок, сделать его пропорциональным. Большое внимание Наталья Сокольникова уделяет перспективе. Это то, что позволяет нам создавать натуралистичность изображения. Для придания рисунку объема используется светотень. Оказывается, виды освещения бывают разные. От этого зависит, как выглядит предмет с разных точек зрения и как падает его тень. Особенность книги «Основы рисунка» в том, что в ней содержатся вопросы для самопроверки, упражнения для тренировки навыков рисования и советы начинающим художникам. Если у вас есть желание получить новые знания об истории рисунка, способах изображения объемных и реалистичных предметов, обязательно прочтите эту книгу. Для любителей рисовать пейзажи предлагаем книгу «Композиция и перспектива» английских живописцев и преподавателей Джеффа Керси и Дженни Килл. Первая часть книги посвящена акварели. Из нее вы узнаете, какие материалы лучше использовать для акварельного рисунка, как грамотно применять цвет и смешивать краски. Автор расскажет о линейной и воздушной перспективе, подскажет, как правильно изображать небо. Интересен тот факт, что художникам предлагаются пошаговые инструкции, позволяющие нарисовать разного рода пейзажи. В процессе рисования вы узнаете тонкости нанесения линий, обратите внимание на приближенность и отдаленность предметов, их освещенность, узнаете, что на картине рисуется в первую очередь, а также получите много другой полезной информации. Вторая часть книги знакомит читателя с пастелью. Здесь, как и в первой части, рассказывается о необходимых материалах, цветовой палитре и подготовке рабочего места. Отдельное внимание уделяется построению композиций. Что такое фиксатив? Как создать иллюзию пространства? Как обратить взгляд зрителя на те или иные объекты на картине? Ищите ответы на страницах книги Джеффа Керси и Джейни Килл «Композиция и перспектива». Если вы хотите приобрести навыки рисования масляными красками, то непременно прочтите книгу Ольги Шматовой «Самоучитель по рисованию масла». Пройдемся по разделам книги. Первый раздел называется «Материалы и инструменты». Здесь вы узнаете о типах и предназначении различных кистей, видах масляных красок, лаках и других полезных для рисования материалов. Также в этом разделе есть памятка начинающему художнику о подготовке к живописи, окончании работ и хранении инструментов. Следующий раздел посвящен приемам масляной живописи. Как грамотно положить на холст краску, смешивать цвета, смягчать границы рисунка и удалять лишнее. Оказывается, в масляной живописи главным приемом является мазок. Мазки бывают разные. В зависимости от густоты и количества краски, вида кисти, нажима на нее и направления. Книга Ольги Шматовой поможет вам изучить тонкости нанесения мазков. Последняя часть книги называется «Рисуем вместе». Она предполагает, что вы уже изучили теоретические основы и можете попытаться нарисовать природу, используя пошаговую инструкцию, где есть изображение каждого этапа и описание к нему. Если что-то покажется непонятным, всегда можно вернуться к предыдущим урокам, посмотреть советы, которые дает автор, еще раз обратиться к теории. Пробуйте, рисуйте, и у вас обязательно получится. А подробные объяснения Ольги Шматовой в книге «Самоучитель по рисованию масла» станут для вас помощниками в освоении азов масляной живописи. Предлагаем вашему вниманию еще одну книгу Ольги Шматовой «Самоучитель по рисованию гуашью». Первая глава знакомит читателя с необходимыми для рисования гуашью материалами. Вторая глава с основными художественными приемами. А третья предлагает практические задания. Книга также снабжена яркими иллюстрациями, пошаговыми инструкциями и полезными советами. Автор утверждает, что гуашь – самая подходящая краска для начинающего художника. Поэтому, если вы никогда не рисовали, но у вас есть огромное желание попробовать себя в качестве художника, читайте книгу Ольги Шматовой «Самоучитель по рисованию гуашью». Для художников, имеющих небольшой опыт работы с красками, пастелью и карандашами, предлагаем книгу «Научись рисовать за 100 дней». Здесь есть подсказки, как подготовиться к процессу рисования, какие инструменты выбрать, как грамотно смешивать цвета и добиться натуралистичности рисунка. Книга представляет собой множество мастер-классов по рисованию в различных техниках – фломастера, акрил, масло и акварель. Каждый мастер-класс сопровождается списком необходимых материалов, подробной пошаговой инструкцией и важными для начинающего художника советами. Уверяем вас, что в этой книге найдется мастер-класс даже для самого избирательного художника. Здесь цветы и портреты, изображения природы и животных, наброски мебели и различных полезных мелочей, кухонная утварь, шкатулочка с пуговицами, рабочие инструменты. Если вы еще не определились, что именно хотите изобразить на своей картине, то книга «Научись рисовать за 100 дней» подскажет интересную идею и поможет воплотить ее в реальной жизни. Ждем начинающих и уже опытных художников в городской детской библиотеке имени Каковина за литературой по изобразительному искусству. Субтитры создавал DimaTorzok